Время войны Время войны План операции был составлен таким образом, чтобы в кратчайшие сроки тремя быстрыми и сокрушительными ударами расчленить и окружить в Манчжурии группировки Квантунской армии и не дать им возможности планомерно отступать к глубинным районам Китая и Кореи. Главное командование советских войск на Дальнем Востоке возглавил маршал Александр Василевский. Свыше полутора миллионов солдат ждали сигнала к наступлению. Труднейшие испытания выпали и здесь на долю советских войск. Непроходимая тайга, бездорожье. И, наконец, отчаянное сопротивление японцев в укрепленных районах. Японцы дрались с фанатизмом истинных самурайов. Мощный кулак была собрана артиллерией. Теперь и японцы познали на себе силу реактивных минометов с нежным, девичьим именем Катюшин. Но война тут вовсе не была прогулкой. И в плен здесь сдавались только после отчаянного сопротивления. Японцы отступали. Уходя, они взрывали мосты. Немногие мосты через большие реки. Вперед. Темп наступления составлял до 50 километров в сутки, а порой и больше. Приходилось на кораблях перебрасывать пехоту и технику. Амурская военная флотилия действовала в непосредственном контакте с сухопутными силами. За Байкальский фронт возглавил маршал Малиновский. Тут уж замысел командования мог показаться вообще фантастическим. Ведь на пути лежал угрюмый и неприступный хребет, Большой Хинган. Единственную неширокую дорогу в горах, тропу караванов, отдали танкам. Пушки и снаряжение по бездорожью на себе. Но и спуск с гребня Хингана был еще труднее, чем подъем. На третьи сутки, как снег на голову, передовые отряды буквально свалились на голову японцев. В горах шли бои. Но советские танки уже вырвались на равнины Манчжурии. Фронты шли навстречу друг другу. Уже к исходу шестых суток части Квантунской армии были расчленены. Одновременно с наступлением на суше советские войска наносили удары на Южном Сахарине и Курильских островах. Подходили к островам скрытно. Ночью. Морские десанты высаживались прямо на пирсах. Для захвата японских тыловых аэродромов формировались специальные отряды. Отбирались опытные летчики. Охрана аэродромов не успевала даже сообщить о налете. Японские самолеты так и не поднялись в воздух. Война близилась к концу. Это была уже агония. Приходилось буквально выкуривать из домов последних снайперов-смертников. На борту линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии. Под документом поставили свои подписи представители союзных держав. Солдату пора идти домой. К полю, к работе, к своему очагу и своим близким. И еще много лет по ночам им будет слышаться эхо последних сражений Второй мировой войны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...